Предвестником этого слова будет видео, друзья. Мы сейчас вместе посмотрим с вами видео. Это видео с ночи хвалы в Москве. На прошлой неделе в Москве была ночь хвалы и поклонения. И вот именно поклонялись. В большинстве своем она была посвящена конкретно хвале и поклонению. И было немного там, соответственно, молитвы, слова немного. Но в целом это ночь целенаправленно хвалы и поклонения. И мы знаем силу, да, что силу менять атмосферу. Хвала и поклонение, вот это просто очень-очень-очень сильно. И давайте мы с вами вместе посмотрим этот ролик. О, мы превоснушим тебя, Господи, для тебя есть. Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы мы могли получать освобождение. Давай еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Наши с вами братья и сестры. Объясню, опять же, кто-то, знаете, недовольный такой, что как же мой комментарий удалили, как же меня заблокировали. Друзья, на своей странице в социальных сетях пишите, что вам угодно, но есть ресурсы, которые доверены Господом нам. И когда там, извините за выражение, дерьмо льется реками, и туда заходят люди неверующие прежде всего. Знаете, мы сражаемся, бьемся за спасение людей. И у меня сердце всегда болит, знаете, когда я понимаю, что вообще происходит с человеком, который, может быть, ищет сегодня Господа, который сегодня Духом Святым направляем к тому, чтобы вкусить церкви. И он заходит на какой-нибудь ролик, христианский канал в интернете. И вот если он начинает читать комментарии, то, друзья, знаете, что сразу становится понятно? Что это вообще не церковь. Ну вот для него это очевидно становится. Ну либо такая церковь, в которую не ногой. Вот лучше дома сидеть, чем пойти в такую церковь, если почитать комментарии, которые христиане пишут христианам в комментариях. Поэтому я удаляю комментарии и буду их удалять, доколе, если Господь не скажет, оставь, пусть все посмотрят, насколько вы прекрасны в своем мерзопакостном сердце, о котором сейчас как раз и пойдет речь. Итак, вот она, ночь хвалы, которую я вам показал, соответственно, на ней собралось больше четырех тысяч человек. Люди приехали больше, чем из 140 городов, 130 или 140 городов из разных концов России, из семи разных стран для того, чтобы поклоняться Господу и славить Его. Вот давайте сейчас увидим вот это Божье действие, вот это Божье действие, увидим сердца людей, которые ехали туда. И на минуточку, знаете, заглянем, опять же, вот попробуйте кто-нибудь из критиков организовать вот такое мероприятие. Мы недавно проводили Пенуэлл в Москве, 500 мест зал, да, зал на 500 мест, 100 тысяч в день аренда этого зала, помимо других расходов. И вот, знаете, чуть-чуть я понимаю, что провести мероприятие на четыре с лишним тысячи человек, плюс в намного более глобальном месте с прославлениями, с четырьмя командами, с видеосъемкой и так далее, и так далее, и так далее, друзья, это огромный труд и это огромные ресурсы. Люди посвящали недели и даже месяцы некоторой своей жизни, чтобы вот это все могло состояться. То есть, вот она, ночь хвалы, люди собрались в Москве, чтобы прославить Господа Иисуса. Теперь, внимание, мы почитаем типичные, вот типичные, типовые комментарии. Что значит типовые? Это значит, вот, ну, например, первый комментарий, таких комментариев я удалил штук 20, как минимум. Каких-то комментариев, ну, вот такого толка, ну, чуть поменьше. И я сейчас хочу, чтобы мы вместе на это просто посмотрели, потому что, друзья, это наша с вами внутренность, мы с вами одно тело, мы с вами одна церковь. И те, кто писал эти комментарии, ну, фактически наши братья и сестры. И, возможно, сейчас я не с целью тыкнуть в братьев и сестер, я с целью сейчас это слово говорю, чтобы мы на себя палец повернули и исследовали себя, исследовали свое сердце. Что в нашем сердце сегодня? Что в моем сердце происходит, когда я вижу вот такую вот ночь хвалы? Итак, типовые комментарии. Что-то типа этого. Пир во время чумы вы должны каяться за кровь, которую проливаете на Украине. Никто не спорит, что сейчас то, что происходит между Россией и Украиной, ужасно. Никто не спорит. Любой адекватный человек это понимает. Любой адекватный человек понимает, что этого не должно быть и что нам нужно за это каяться. И причем обеим сторонам нужно каяться. Кому-то больше, кому-то меньше, но все мы в этом виноваты, все мы это допустили и так далее. Но вот вопрос. Когда мы видим, что люди собрались поклоняться Господу Иисусу, что им теперь не поклоняться Господу Иисусу? Что возникает в сердце этого человека, который... Понятно, это много боли, но я к этому перейду. Откуда эта вся эта горечь взялась? Откуда вся эта горечь взялась? Потому что, друзья, еще раз, это десятки, десятки комментариев наших братьев и сестер. Типовые комментарии. Еще более, знаете, изящное в своей извращенности послание многие верующие с религиозным духом, по большей части, естественно, которые не привыкли в таком формате видеть, как может происходить хвала, они прям пишут конкретно, это сатанинское сборище, так не поклоняются Господу, так Богу не поклоняются. Это сатанинское сборище. Вот так вот люди пишут в комментариях. Следующее. Поклоняться нужно в духе истине, а это просто дискотека. Вот, знаете, если... Давайте так. Вот, возможно, первые два пункта вас не будет касаться. Вот те, кто мы сейчас с вами в прямом эфире находимся, скорее всего, мало здесь таких людей, которые могли бы подобные вещи написать. Но вот идем дальше, друзья. Идем дальше, потому что следующего толка комментарии, они тоже не божьи. Они тоже не из правильного сердца исходят. Поклоняться нужно в духе истине, а это просто дискотека. Это просто дискотека. Это не поклонение, это не хвала, это дискотека. Так вот, на минутку для информации, да, вот на этой как бы дискотеке... Понятно, знаете, я вот честно вам скажу, мне самому кажется, что мы вот в таком формате там перегибаем с элементами каких-то шоу. Мне самому не всегда заходит вот это все. Но, друзья, вопрос действительно, что Богу надо поклоняться в духе и в истине и в сердце своем. Нужно поклоняться. И есть ли там софит или нет софита, есть ли там дым какой-то или нет дыма, это не влияет на состояние сердца. Это на состояние сердца не влияет. И если вдруг софиты заголелись в зале, это не значит, что люди поклоняются не в духе истине. Если люди поклоняются не так, как мы привыкли, это не значит, что с ними что-то не так. И по поводу вот этой дискотеки. 25 человек, друзья, вышли на покаяние. 25 человек спаслось, примирилось с Господом Иисусом Христом на этой ночи хвалы. Просто славят Бога. И просто молодежный пастор Армен Асатрян выходит и говорит очень коротко Евангелие. И 25 человек без каких-то длинных проповедей, друзья, без каких-то длинных призывов к покаянию, а сам дух, который на этом месте и сердце открыто, он привлекает людей. Так вот, 25 человек отдали там свою жизнь Господу. Там было организовано отдельное место для того, чтобы люди могли прийти и исповедоваться. Исповедоваться, покаяться в своих грехах, молитва за исцеление и так далее. То есть, что я сейчас хочу сказать, прежде всего, нам с вами, то, что когда наше сердце критикует, критикует ту работу, которая делает Господь через кого-то другого, друзья, в такое сердце Господь не нальет пробуждение. Такое сердце Бог не будет использовать для своей славы. Такое сердце Он не благословит. Он не может излить в испорченное, мерзкое сердце. А если правде в глаза смотреть, то когда мы кого-то критикуем, потому что нам что-то там не заходит, или обесцениваем чью-то работу, часто из зависти, мы видим, насколько состоятельно и классно люди делают, и Бог двигается. И кто-то на подсознателем уровне привык сравнивать, и он думает, ну а я-то что? Где тут моя часть? Нет моей части. Поэтому всё, это просто дискотека. Поклоняться надо в духе истины. Вот я тут один дома поклоняюсь, как надо. И пишу комментарии везде, где только можно, что поклоняться нужно в духе истины. Я истинный поклонник, вот я истинный поклонник. Или моя небольшая община, вот мы там собрались, истинные поклонники. Следующий момент. Нигде в этом видео не писалось, что вот это вот конкретно пробуждение началось, или что-то такое. Вообще нигде. Написано, что люди собрались на ночь хвалы, чтобы вместе славить Бога и молиться за пробуждение. Было много комментариев, что это не пробуждение. Это не пробуждение. То есть, окей, во-первых, никто и не назвал это пока что пробуждением. Потому что мы понимаем, что это действительно, как минимум, непроявленная фаза того пробуждения, о котором мы говорим. Но вопрос, зачем ты это пишешь? Ты видишь, как люди славят Бога. Ты видишь огромное количество человек, которые собрались вместе, чтобы поклоняться Господу. И да, знаете, есть там некоторые люди, которые там, может быть, только пришли к Господу, и которые реально, ну, больше как на дискотеку пришли. Может быть и так. Но что с твоим сердцем, брат, сестра? Что с моим сердцем? Что с сердцем? Ну и много кто писал, просто там, нужно, вот, нужно сотворить достойный плод покаяния. Как будто бы, знаете, когда люди славят Бога, это плохо. Вот, в чем проблема? Люди славят Бога. Люди собрались. Невероятно, вот, просто потрачено всего, энергии, вложений. И это, великая слава Богу, за то, что это произошло. И действительно, вот этот зал, где там обычные концерты, где люди бухают, где собираются колдуны и оккультисты иногда. И вот вопрос, плохо, что там святые божьи собрались, чтобы осветить это место и чтобы высвободить там эту атмосферу? Если кто-то считает плохо, пожалуйста, купите нам центр пробуждения, вот, примерно такой по масштабу. И там не будет ничего подобного, там будет только хвала Богу. Поэтому, не нужно, знаете, вот место не то. Всякое место принадлежит Господу Иисусу. Это просто тоже ряд комментариев. Барная стойка, какой кошмар, что же такое. Обычный мирской концерт. Что в твоем сердце? Что в твоем сердце? Ну и нужно сотворить достойный плод покаяния, опять же, как будто бы ты, умелый комментатор, знаешь, что там по поводу покаяния происходит. Это те самые люди, о которых я вчера говорил, на самом деле, что не Бог-Бог, а я Бог. Я Бог, я являюсь судьей. Я смотрю, как мои братья и сестры поклоняются Богу, неправильно поклоняются. Не так, как я. Слушай, они, наверное, не покаялись, они, наверное, просто там прыгают, танцуют. Да это и не пробуждение, это так, какая-то мирская дискотека. Вопрос, друг мой, ты кто такой? Вот правда. Кто ты? Бог? Или раб Божий? И что с твоим сердцем? Что с твоим сердцем? Что с моим сердцем? Что с сердцем нашим? И в притчах 4.23 написано. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы все это прекрасно знаем, этот стих. И Господь нас призывает бережно охранять свое сердце. Друзья, а хранить это подразумевает какую-то деятельность, подразумевает какую-то вовлеченность. То есть, Бог не сказал, что просто как бы вот у тебя есть сердце и из него источники жизни. Он сказал, что с ним сделать. Он сказал его хранить. Он сказал нам его хранить. И я хочу докопаться, друзья, сейчас дальше до того, почему это происходит. Потому что никто из нас не застрахован. Вот поймите, пожалуйста, все те люди, которые пишут эти комментарии, они ничем не отличаются от любого, кто сейчас не пишет такие комментарии в потенциале. У каждого из нас сердце, которое меняется, которое может быть, знаете, прям почти что отображать Господа во всей полноте, а может быть испорченное сердце. Может быть сердце с горечью и с духом вот этого критицизма. И вот эта горечь и дух критицизма, именно они на это влияют. Под их влиянием человек видит только недостатки. Либо реальные недостатки, либо кажущиеся и осуждает. Поэтому если я сегодня осуждаю, вот, друзья, это факт. Если я сегодня что-то вижу и осуждаю, если я сегодня вижу братьев и сесер и осуждаю, если я сегодня вижу грешников, которые утопают во грехах и осуждаю, если я сегодня вижу свое правительство и осуждаю, если я сегодня вижу чье-то правительство и осуждаю, именно осуждаю. мое сердце неправо перед господом фактически друзья она может быть справедливо здесь элемент именно в том что в сердце происходит когда она сталкивается с этим потому что действительно действительно зацепки истины зацепки правды там есть во всем практически есть во всех комментариях которые я вам прочитал какие-то крупицы знаете здравости логики и справедливости есть но проблема в том что если нет в любви и сострадания в сердце то сердце не право перед господом человек может быть прав по справедливости но его сердце не право ты можешь сколько угодно говорить кому в в чем надо покаяться но если ты судишь брата своего твое сердце не право ты сколько угодно можешь видеть недостатки какой-то церкви или какого-то мужа божьего какого-то пастора но если в твоём сердце нет любви и сострадания к нему твое сердце неправо если ты просто видишь ошибки если ты просто веришь что ты несостоятельность и это вызывает у тебя осуждения это вызывает у тебя отторжения человека церкви не не греха и духов тьмы а отторжения отторжения и много сегодня друзья много сегодня людей в христианстве они сидят у себя дома обиженный на весь мир обиженные на все церкви обиженные на всех пасторов имеющие в своем сердце суд имеющие своем сердце горе но сердце божье сердце божье которое должно быть это сердце пробужденца вот о котором я сейчас говорю сердце должно быть другим оно должно любить оно должно стараться покрывать оно должно сострадать если допустим вот ты видишь что собралось 4000 человек и есть какие-то там элементы шоу и кто-то ты видишь что он как бы не истинно славит господа ну так что делать то надо написать в комментарии что эта дискотека вынести суд и просто удалиться и отстраниться от этого или может быть опуститься на свои колени или хотя бы даже не на колени но просто в сердце своем принести это господу и сказать боже это твой драгоценный сын это твоя драгоценная дочь скорректируй его как должно взрасти благослови господь открой всякую истину и опять же важно как эта молитва высвобождается это не молитва знаете с высока я такой посланник божий помазанник на земле вижу все недостатки все недостатки вижу и вот за всех хожу и молюсь реально здесь вот состояние сердца сердце должно плакать вот знаете правильное состояние сердца когда она видит какую-то проблему это плач вот сокрушение сердца сокрушение сердца плач в сердце должен быть вот это божье сердце поэтому если вдруг ты смотришь как четыре тысячи человек поклоняются богу и тебе кажется что ну что-то там не то вот если в твоем сердце есть плач ты опускаешься на свои колени и молишься господу чтобы он что-то привнес и скорректировал с твоим сердцем все хорошо а если ты просто ляпнул комментарий с твоим сердцем все нехорошо нехорошо и откуда возникает это горечь друзья откуда возникает вот этот вот ну в принципе твердыня критицизма она у нас заложена практически то есть она внедрена изначально мы когда с вами рождаемся у нас уже родители часто вот именно в таком критичном духе все воспринимают нас критикуют еще кого-то критикуют ну как правило да это такой дух который все-таки влиятельный но вот что я хочу донести ключевое что боль это огонь боль это огонь и во что превращается наша боль то и происходит с нашим сердцем потому что откуда вот эти гневливые все комментарии про например украину да понятно откуда много боли много боли и опять же нужно понимать вот эту сторону которая испытывает много боли и тоже не критиковать в обратку не тыкать в обратку а просто понимать боль и покрывать покрывать и вот вот эта боль друзья а каждый из нас может испытывать эту боли будет ее испытывать будет испытывать эту боль и вот во что ты превращаешь свою боль во что она превращается если за этим не следите не она всегда превращается в горечь боль бесконтрольно превращается в горечь боль бесконтрольно превращается в то что ты закрываешься боль бесконтрольно если мы не прилагаем своего фокуса вовлеченного и своих усилий в этом отношении она просто вот и превращается в это и тогда друзья ну я видел нескольких пастырей которые знаете вот я помню времена когда они настолько сильно двигались в помазании Духа Святого, они были настолько с нежным, кротким сердцем. И потом вдруг я вижу через годы какое-либо видео, где они просто брызжут с желчью и горечью. Или встречаюсь даже лично и вижу, что ну всё, сердце, оно замёрзло. Сердце, оно сгнило буквально. Почему? Друзья, потому что много боли. И сегодня, почему я с вами делюсь этим посланием? Потому что у нас будет с вами много боли. У нас с вами будет много боли. И уже у многих из нас с вами много боли. Я вам скажу, даже вот сам тот факт, каждый комментарий подобный, который я вижу, он доставляет мне боль. Потому что я ревную о Церкви Божией, это моя семья. Да, каждый, кто написал этот комментарий, это мой брат и сестра, который сегодня имеет испорченное сердце и находится в плену врага. И каждый такой комментарий мне больно читать. И вот вопрос. Представьте себе. Ладно, один-два комментария. И опять же, это всего лишь комментарии, друзья. Но хотя слова, они очень больно ранят. Вы знаете это. Но когда ты... Вот представьте, я за два дня прочитал таких комментариев, ну штук 50 примерно. И если мое сердце, я за ним не слежу, то оно ожесточается. Оно становится таким, которое хочет ответить. Которое по справедливости хочет ответить. Которое хочет, знаете, когда я блокирую людей, я молюсь за них, а потом блокирую их. То есть молитва с любящим сердцем и заблокировал. Потому что не нужен тут такой человек на канале выливать эту горечь. Но если ты за этим не смотришь, друзья, сердце очень быстро ожесточается. Очень быстро ожесточается. И нам с вами предстоит столкнуться с огромными вызовами. Потому что то, что Господь делает, то, куда он ведет, оно сталкивается с серьезным сопротивлением. И в принципе каждый из вас уже наверняка понимает прекрасно о чем речь. Будут отвергать разные люди. Кто-то, ну, мы уже привыкли там к лейблу сектант и так далее. Но дело в том, что за своим сердцем нужно следить. Огонь либо очищает его, либо сокрушает его. И это больно. И оно плачет. Но через эту боль, через эти слезы оно очищается, друзья. Оно подготавливается. Это то самое сердце Божие, которое болит о человеке. Бог просто дает нам сопричастность какую-то с его драгоценным сердцем. А если мы за этим не следим, оно просто превращается в горечь. И интересный момент. Вот если вы не смотрели фильм, называется он «Человек Божий». вышел буквально в том, по-моему, году про святого Нектария Эгинского. Православный святой. И вот там его жизнь описывается. И там был такой момент интересный. Он был ректором одной семинарии. То есть вот он ректор семинарии, уже старец, пожилой муж Божий. И приводят к нему трех-четырех провинившихся в чем-то семинаристов. То есть молодых ребят, которые там что-то между собой поделить не могут. Поругались, не могут помириться, кто-то что-то там сделал. И вот приходит человек, который следит там за порядком и говорит, вот такое-то дело. Он говорит, хорошо, я все понял. Мне придется себя наказать. Скажите, пожалуйста, на кухне, чтобы мне три дня не приносили еду. Я буду поститься. Три дня я буду поститься. А вас прошу, пожалуйста, помиритесь. Потому что если вы не помиритесь, я буду поститься и дальше. Вот так он решил вопрос. Ни слова осуждения, ни слова критики. Нежное, кроткое, любящее сердце, покрывающее немощи людей. Друзья, это и есть святость. Это и есть святость. И вот очень рекомендую вам этот фильм. Там нет огромного числа чудес и знамений, хотя они там есть, слава Богу. Там есть определенные перекосы в богословии. Может быть, и они есть там. Но вопрос в святости. Вопрос в том, как он себя вел. Вопрос в том, что было в его сердце. И вот такое сердце, это правильный сосуд. Это тот сосуд, в котором можно налить много славы. Это тот сосуд, которому можно доверить глобальное пробуждение. А если ты брыжешь горечью в комментариях на христианских каналах, Господь тебе вряд ли доверит что-то серьезное. Скажем, мягко. «Мы сильные должны брать на себя немощи слабых и заботиться не о самих себе». Римлянам 15.1, это в переводе Десницкого. В синодальном переводе «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Но это уже второй там стих. Так вот, друзья, сильные в Господе люди, они не доказывают там свою правду. Они сносят немощи бессильных. Видишь ты немощь и несостоятельность брата? Видишь ты, что есть элементы шоу? Снеси немощи бессильных. Опустись на свои колени и поплачь перед Господом об этом. Без осуждения в адрес людей. Возьми на себя это бремя. Возьми на себя это бремя в молитве. Принеси это Господу с правильным сердцем. И вот это вот сердце пробужденца, друзья. Святое сердце, чистое сердце. И как сказал Давид в молитве своей, 50-й псалон, 50-й, 12-й стих. «Сердце чистое, сотворимо мне Божие, и дух правый обнови внутри меня». И давайте мы сейчас с вами помолимся, вот просто помолимся за себя, за свое сердце и помолимся за сердца наших братьев и сестер, за сердца тех, кто уже в пробуждении движется. И за, в принципе, очищение сердца. Господь наш, прости нас, прости меня, Боже, прости каждого из нас, прости каждого твоего сына и дочь за то, что мы не бодрствуем, не бодрствовали над своим сердцем. Ты сказал, чтобы мы хранили его больше всего хранимого, потому что из него источники жизни. Боже, и мы жаждем, чтобы это были действительно источники жизни, а не смерти. И поэтому мы просим тебя сейчас, драгоценный Божий дух, обнови наше сердце в этой чистоте и святости. Пусть любовь твоя, она просто покроет нас и изгонит всякую горечь, всякую горечь во имя Иисуса. Вырви, Боже, всякую горечь из наших сердец, вырви всякое осуждение. Пусть будет сокрушен всякий дух критицизма во имя Иисуса Христа, в нашей жизни и в теле Христа. И мы молимся, Боже, вторя этой молитве твоего помазанника, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Прости нас, Царь, прости нас, Царь. Дай нам иметь такое сердце, как у тебя, сотвори в нас твое сердце. Пусть оно будет сострадать, пусть оно будет любить, пусть оно будет покрывать, пусть оно будет, Боже, действительно брать на себя немощи других людей и приносить это к тебе. Пусть оно будет плакать вместе с тобой, Господь, о том, о чем плачешь ты, во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Боже, спасибо тебе. Мы отдаем свои сердца в твои святые руки и просим тебя очисти их сейчас. И помоги нам бодрствовать, Господь. Помоги нам хоронить в том пути, в котором мы идем, чтобы наше сердце, оно не ожесточилось, чтобы оно не наполнилось горечью, чтобы мы не начали плеваться желчью, чтобы мы не были раздражительными, превозносящимися во имя Иисуса Христа. Кроткое, смиренное, чистое сердце во имя Иисуса Христа. Аминь.